Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой, все это В программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Балком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас на нашей передаче «Культурная среда» Радио Балком Сегодня у нас опять встреча с органисткой российской В этот раз в Новосибирск Профессор Новосибирской консерватории Наталья Богинская Расскажет об органном фестивале Который организовала она И лекции, и концерты Но самое интересное Почему мы рассказываем вам, Рижанам Об этом фестивале Что из-за того, что ввели жесткие Ограничения в России Весь фестиваль, симпозиум Перешел в интернет Это онлайн-трансляции И вы можете присоединиться и к лекциям, и к концертам Наталья, здравствуйте Здравствуйте, Елена Спасибо вам большое за приглашение И за большой интерес к нашему форуму Я думаю, действительно Люди, которые присоединятся к нам И смогут посмотреть какие-то Заинтересовавшие их передачи Доклады, конференции Может быть, наш круглый стол или концерты Я думаю, что они обязательно найдут для себя что-нибудь интересное Не только интересное, но важное и ценное Рижане у нас отличаются любовью к органной музыке Много ходят и в Домский собор И на концерты в разные-разные церкви Почти половина форума уже прошла 10 октября открылся форум, правильно? Да, совершенно верно Расскажите, что было уже И остались ли записи Или только можно уже присоединиться к середине фестиваля И досматривать всё, что будет впереди? Сам форум посвящен в этот раз общению между вузами Но это в основном российские вузы И какие-то вузы, которые просто знали о том, что у нас проходит такой форум Заинтересовались И вот мы как-то так спонтанно организовали совместное взаимодействие Прозвучали уже органные классы Московской консерватории Это был органный класс Константина Волоснова Санкт-Петербургской консерватории Саратовской и Новосибирской Впереди у нас Санкт-Петербургский университет Это органный класс и органный класс Московского государственного университета. Также будет представлен Красноярский институт культуры Андреем Бардиным. И вот из органных классов, пожалуй, я, наверное, никого не забыла. Также задачей форума, поскольку это сибирский органный форум, всегда является представлением именно нашего сибирского региона, что проходит именно у нас. И в связи с этим очень хотелось бы познакомить тех, кто их не знает об этом, с иркутским органным конкурсом молодых органистов и молодых композиторов. Это совершенно уникальный конкурс, который организовали в Иркутске. Об этом будет рассказывать Яна Юденкова, и будет представлен фильм об этом конкурсе. Поэтому я думаю, что сибирский регион потихоньку так, ну очень уверенно, входит тоже в какую-то, ну так скажем, органную жизнь и не только России, но и, может быть, даже дальше. По крайней мере, в рамках форума представлены концерты моих выпускников. Татьяна Лукьянова из Америки, Алексея Валерьджанина из Австрии. Потом у нас участвуют ещё аспиранты из Чехии. То есть вот мы уже даже немножечко… Расширяете горизонт. Да, мы делаем большую Россию, да. Но получается, что для вашего форума ситуация с ковидом сыграла даже положительную роль, потому что все собрались онлайн и нашли время для того, чтобы и послушать лекции, и послушать концерты. Да, в этом плане действительно, конечно, живое общение – это, понятное дело, совсем другое, но как-то и география форума расширилась. И действительно, мы благодаря вот такой интернет-возможности смогли услышать большое количество разных инструментов. То есть практически органные классы были представлены не только учениками, но и благодаря исполнению ребят на разных инструментах вот этих консерваторий мы познакомились, допустим, с московским органом малого зала и большого зала, с органом… А кто играли в малом зале? Это как раз класс Волоснова, да, был? Константина Волоснова. Да, там были представления Шранка, Баха, Рейгера, Листа. В общем, очень такой широкий круг композиторов. И, конечно, очень замечательно звучал Франк на органиковой коле в большом зале. И, в принципе, очень здорово, что ребята могли продемонстрировать свои умения, возможности, ещё и достаточно точно, стилистически попав в те произведения, которые они исполняли. Ну, кстати, не все имена для рижан неизвестны. Например, Константин Волоснов неоднократно давал концерты в Домском соборе. И также у него здесь был записан диск. Но также и ученица Натальи Богинской, это Мария Лисовиченко, дважды приезжала в Ригу и играла в Церковь Святого Павла. И у нас даже с ней был концерт в четыре руки, когда мы играли Чайковского, щелкунчик, переложение. Кстати, концерт у Марии тоже состоялось очень яркое выступление с токкатой фугой до мажора Огана Себастьяна Баха. На каком органе она играла? Вот на этот вопрос я не смогу ответить. Нужно будет, наверное, уточнить у Маши. Это очень интересно, дорогие друзья, все записи остаются в интернете. Надо, главное, зайти на страницу Новосибирской консерватории. Как найти Ваш форум? Есть два варианта. Либо можно найти его с сайта консерватории, либо можно зайти на канал YouTube, набрать NSGlink, и Вы сразу попадаете таким образом на сайт консерватории. К счастью, записи, наверное, все-таки будут храниться во время всего форума. То есть сначала там была немножко другая информация, но пока мы… Сохраняются, да. Все-таки сохраняются, слава Богу, да. Поэтому если что-то пропустили или не было возможности какой-то послушать, то я думаю, что все еще пока доступно. Ну, кстати, друзья, NSGlink – это Новосибирская консерватория, правильно? Да, слышу. Да, имени Михаила Ивановича Глинки. Поэтому такое, то есть как бы не сразу понятно, почему Глинка возник. Не все наши, не все, конечно же, знают. И Наталья Викторовна является профессором уже долгое-долгое время. Кстати, Вы были выпускницей этого учебного заведения? Или где Вы родились? Расскажите о Вашей истории. Ну, первая ремарка, я пока еще доцент. А, Вы доцент. Да, я всем рассказываю, что Вы, значит, будете скоро профессором. Я закончила Новосибирскую консерваторию, училась у Андрея Чувовского, который в свое время обучался в Рижской консерватории, у Ларисы Буловы. И надо сказать, что после окончания Новосибирской консерватории я тоже продолжила обучение в аспиранторе, и пошли на такие совершенно невероятно замечательные условия. Я сдавала кандидатский минимум у себя здесь, в Новосибирской консерватории, потому что был маленький ребенок и не могла, честно говоря, куда-то надолго уезжать. А вот по специальности со мной занималась Лариса Булова. И я приезжала несколько раз в Ригу. И, в принципе, я была этому очень рада, потому что я родилась в Латвии, в городе Венспиос. Правда, совсем будучи маленьким ребенком, уже покинула эту замечательную страну. Но орел того, что я родилась в Латвии, он как-то все время преследовал меня. И у нас дома родители привезли огромное количество пластинок, записей из Рижского домского собора. Я их заслушивала просто до дыр в детстве еще. И всегда мечтала, что я когда-нибудь буду играть на органе этого собора. Но вот прикоснуться удалось мне к этому инструменту. Также в англиканской церкви я концерты играла уже какое-то время тому назад. В общем, эта страна и этот город для меня совершенно особенный. И поэтому, когда вы, Елена, пригласили меня на эту передачу, мне, честно говоря, прям какой-то трепет был в груди, потому что для меня Латвии действительно совершенно особенная страна. Ну, кстати, в Энспиосе установили большой орган концертный. Построили специально концертный зал, и там стоит прекрасный новый орган. И также там на сцене установлен большой концертный рояль, самый большой в Латвии. И теперь даже есть возможность играть ансамбли с роялем и с органом. Конечно, ждем вас в гости с концертами. Такое удивительное дело, что вы являетесь уроженкой Латвии. Дорогие друзья, у нас в гостях уже оговорились. Доцент Новосибирской консерватории, замечательная органистка Наталья Богинская. И речь у нас идет об органном симпозиуме. Огромный фестиваль, где и лекции, и концерты самых разных городов. Все проводится онлайн, и можно послушать, присоединиться к лекциям и концертам на сайте в Ютубе, набрав НС Глинка. Или на сайте Новосибирской государственной консерватории. Наталья, что еще ждет впереди, слушайте, к чему можно будет прикоснуться? Впереди, как я уже сказала, концерты классов университетов Санкт-Петербургского. О Санкт-Петербургском университете мы уже давно знаем, об органном классе. И Санкт-Петербургский университет очень активно такое участие уже давным-давно принимает в принципе в органной жизни России. Они проводят конкурсы. И вот я со своими учениками не единожды была на конкурсе в Петербурге. А вот органный класс университета московского под управлением Юлии Вотовой для меня стал открытием в последние несколько месяцев. Так получилось, что опять же из-за карантина мы каким-то образом случайно познакомились с Юлией Вотовой. И она меня пригласила на такие онлайн-встречи, которые она проводила вместе со своими ребятами. И к ним ещё присоединялись какие-то органисты. И просто безумно интересно было общаться с этими людьми. Они совершенно все уникальны. Они по большей части, конечно, занимаются какой-то учёной деятельностью, научной. Но при этом они замечательно разбираются в органной музыке, в органном исполнительстве. И вот когда я сказала о форуме, Юля, самое главное, конечно, она сказала, что они с большим удовольствием тоже примут участие. Она подготовила чудесный доклад с рассказом о классе, который она уже возглавляет в течение многих лет. И тоже прислали нам концерт. Это всё очень здорово и зрелищно, потому что можно увидеть атмосферу, в которой ребята занимаются, инструменты. Конечно, в плане инструментов, может быть, это для органистов не так познавательно, как послушать лишний раз орган Большого зала Московской консерватории. Потому что это электронные инструменты. Но то уж, как ребята относятся к своему делу, как они здорово играют, это, конечно, заслуживает особого внимания. И с учётом особенно того, что есть два музыканта, которых, ну вот я знаю, по крайней мере лично, я знаю Михаила Каталикова, который, как выяснилось, тоже учился в МГУ, при этом он лауреат международных конкурсов, концертирующий органист. Вот я надеюсь, что он к нам приедет с концертами, когда вот вся эта история с карантином закончится. Да, Михаил очень интересный. А второй? Ещё впереди нас ждут замечательные концерты нашего сибиряка, замечательного органиста и, как выяснилось уже последние два года, и педагога Андрея Бардина. Он сыграет два таких концерта, видео для нас. Один записан в Красноярске, другой в Калининграде. Вот, и в этих концертах примет участие его сын Саша. Этот мальчик, я его впервые услышала два года назад, они приезжали вместе со своим педагогом Ларисой Юшковой. Она и семь её ребят приезжали к нам на третий форум. Третий форум был посвящён проблемам образования. И вот маленькие детишки из детских музыкальных школ и из колледжей, вот они в основном там у нас выступали, играли концерты. И вот Сашу я впервые услышала два года назад. И затем я его услышала в Иркутском конкурсе «Байкальская таката», где он настолько здорово выступил, что мы все безоговорочно просто дали ему первую премию. И вот Саша тоже практически получается уже знакомый нам хорошо по третьему форуму. Он теперь у нас принимает участие и в четвёртом форуме. И очень интересно, что Андрей представляет такие достаточно интересные программы просветительского плана. То есть помимо того, что можно услышать какую-то знакомую музыку, можно и для себя очень много нового там дойти в этих программах. Оставлю интригу, чтобы было интересно смотреть. Конечно. Дорогие друзья, мы сейчас ещё вернёмся к Новосибирскому органному симпозиуму, но расскажу вам немного, что у нас будет проходить в Риге. Нас, к большому счастью, не закрыли, проводятся концерты и очень много интересных событий. 15 октября в оперном театре дают «Тоску» Джакомо Пучини. В этот же день, 15 октября, в Большой гильдии ЛНСО, Латвийский национальный симфонический оркестр, исполняют Моцарта и Прокофьева. Эгил Употникс Гобой, Мартин Шцирценс Кларнет, Янис Семёнов Фагот и Валторна Артур Шулц, дирижёр Модест Баркауск. В программе, как я уже сказала, Моцарт и Сергей Прокофьев. 16 октября продолжение в Домском соборе фестиваля «Латвийская музыка». И концерт, который представит известная органистка Уна Цинтене, называется «Латвийские баллады». Альфред Калнинш, Янис Пориетис, Селга Менце, Иман Земзарис, Мардер и Мадер Петерсоны. Это в программе Уна Цинтене. И можно выиграть два билета на этот концерт. Первый позвонивший по нашему телефону 672-12-939 получит два концерта в Домский собор на программу 16 октября в 19.00. В этот же день, 16 октября, очень интересный концерт. Выступают два солиста Латвийского оперного театра. Дуэт сопрано Юлия Васильева и тенор Михаил Чульпаев. Аккомпанирует им концертмистер Марис Куя. Концерт в Домер Черноголовых. И будут исполнены самые яркие дуэты из опер 19 века. Программа называется «Вдвоем о любви». 17 октября в 12.00 в Домском соборе концерт Пикколо Лины Андрета Каунца и Мазаргана. В программе Иоганн Себастьян Бах «Фантазия соль мажор», его же «Хоральная прелюдия» и Зикрит Карг Эйлерт «Хоральная импровизация». В этот же день два моих концерта с одной программой. В 15.00 в церкви Святого Павла с нашим трио, которым мы уже исполняли музыку кино, мы делаем новую программу музыка, мелодии и мультфильмов. Гидон Гринберг, скрипка, Ирина Валикжанина, виолончель и я буду играть на органе. В программе мы назвали как «Фантазия Диснея», на самом деле те, кто видели эту фантазию, это абсолютно классическая программа. Музыка Чайковского, знаменитая таката и фугара и минора Ганна Себастьяна Баха, панк ели, дебюси и многие-многие другие композиторы. Но будут также еще и более, можно сказать, легкие произведения из мультфильмов «Шрек» или «Спящая красавица». В общем, такой Голливуд. 17 октября и 20 октября в оперном театре можно послушать «Пиковую даму». 18 октября в соборе Петра в 18.00 выступает рижский хор проектов. У них будет интересная и сложная программа, но, к сожалению, так я не нашла, какая именно. Но, думаю, это очень будет интересно просто послушать. 19 октября в Домском соборе в 12.00 выступает Йоланта Баринская. Это концерт «Пикколо» в программе Антонио Вивальди, концерт «Си минор» в переложении Вальтера, Леон Бюльман, молитвы из готической сюиты и такаты из Пятой симфонии Шарля Марии Видора. 19 и 20 октября большое событие в Риге. В Большой гильдии выступает французский пианист Люка де Барк. В программе Бах, Шуман и Скрябин. 21 октября в Домском соборе в 12.00 можно послушать Айгора Рейниса. Это главный органист Домского собора и художественный руководитель. В программе Антонио Вивальди, концерт «Ре минор» в переложении Аган Себастьяна Баха. Ария из оркестровой сюиты «Ре мажор» и Аган Себастьяна Баха. И таката из жены «Жигу». 21 октября в оперном театре дают очень интересный балет. Первый балет называется «Гамлет». Хореограф Антон Фрейманис на музыку Сергея Прокофьева и Линды Лейманы. А второй называется «Нестастя Ман Пасакас. Не рассказывай мне сказки». Хореограф Эльза Леймана и музыка Янис Шипкевич и Матис Чудор и Каспар Курденко. Когда я увидела афишу, подумала, написано «Гамлет. Не рассказывай мне сказки». Думаю, какое интересное название. Но оказалось, что это просто два совершенно разных балета. А сейчас мы общаемся с доцентом Новосибирской консерватории, органистом Натальей Богинской, которая нам рассказывает о большом интересном мероприятии, органном симпозиуме, который объединил и Новосибирскую консерваторию, и Иркутский университет и филармонию, Санкт-Петербургский университет и консерваторию, Московскую консерваторию и Московский государственный университет. Да, это самое известное учебное заведение Московский государственный университет имени Ломоносова. И там, на удивление, есть органный класс уже в течение долгого времени, в котором преподает органистка Юлия Лотова. И многие математики и физики, как, например, Михаил Каталиков, стал концертирующим музыкантом, продолжая такую вот русскую традицию, когда юристы, физики, математики, химики, как, например, Римский Чайковский, он был сначала юристом, и главным образом Бородин, который известен в первую очередь не музыкантом, то есть широкая аудитория не как композитор, а как химик известный. И вот многие наши современные органисты также владеют и химикой, и химикой, простите, и химией, и физикой, и математикой. И такие вот интересные мероприятия. Мы, кстати, поговорили в основном с Натальей о концертах, но там очень большая научная составляющая симпозиума. Расскажите, какие доклады, кто читает? Доклады тоже действительно заслуживают отдельного внимания. Часть докладов, они такого исторического плана. Например, вот Константин Волоснов рассказывает об истории органного класса в Московской консерватории. Ну вот Юлия Лотова рассказывает об истории класса в университете. Зачем? Есть такие действительно научные доклады. Это Федосия Табылисова из Якутска. Так вот в этот раз расширился наш сибирский регион. Федосия учится в институте имени Гнесиных, и пишет там работу. И обучалась она также в Германии. У неё замечательный, интересный доклад о дизайне южно-немецких ренессансных органов. Очень интересно обещает из научных быть доклад Екатерины Дмитриевой тоже этого периода касающейся. И Екатерина обещала нам затронуть вопросы, очень важные для органистов. Как вообще интерпретировать музыку, интерпретировать, импровизировать, или вообще как относиться к ренессансной музыке. Затем очень будут у нас такие особняком стоять доклады, которые, собственно, будут такие доклады и презентация творчества своего. Это доклады композиторов. Дело в том, что отдельная часть нашего форума посвящена именно творчеству современных композиторов, которые пишут для органов. И прозвучит музыка Марины Войновой, и мы тоже услышим доклад её о московских композиторах в школе, и тоже презентация своих сочинений. Это доклад также о своём творчестве Александра Мозлера и Глеба Никулина. Это мой коллега из Новосибирска, который пишет замечательную музыку. И музыку этих композиторов можно будет услышать. Ещё будет Александр Контерович. Четыре композитора у нас. У нас помимо видео-таких докладов и видеоконцертов есть ещё и, к счастью, есть ещё и реальные концерты, которые проходят в Католическом соборе Новосибирска. Организаторы, это культурный центр «МИГА», они же и наши партнёры, которые нам очень помогают. Мы уже совместно с ними проводим третий данный форум. И вот именно в культурном центре «МИГА» организованы эти концерты. И хочу отметить, что в рамках этих концертов живьём тоже произносит музыка современных композиторов. Часть из этих произведений в Новосибирске будет представлена впервые. Например, сочинение Алексея Шмидова, которого все прекрасно знают как замечательного, талантливейшего органиста. Это будет произведение Александра Мозлера, Александр Контерович, новосибирский композитор наш. И Глеб Никулин вспомнил уже 11 числа своё сочинение также. Мы хотим сказать этим, что музыка современных композиторов очень важна, нужна, она чрезвычайно интересна. И хочется просто прооткрыть немножечко страничку новой истории органной музыки творчеством этих композиторов. Ну это действительно прекрасно. Да, извините, я вас перебила. Потому что как раз здесь в Латвии проводится фестиваль латвийской музыки, где очень много исполняется современников именно. И у нас русская музыка, можно сказать, немножко страдает наличием имён именно органной музыки. Очень мало было написано сочинений. И сейчас как раз у вас несколько... Получается, это один концерт будет с современной музыкой или несколько всё-таки? Нет, видеоконцертов будет четыре, но они такие небольшие, от 30 до 40 минут, 19 и 20 октября. Они прозвучат вместе с докладами, в которых будет, собственно, представлена эта музыка. Плюс 11 октября и 19 октября мы часть нашей программы реальных концертов в Католическом соборе также посвящаем творчеству современных композитов. Да, это прекрасно. Вы сами тоже играете? Или приезжает как раз Алексей Шмидтов, приедет к вам? Нет, это я буду исполнять с моим замечательным коллегой, велочинистом Станиславом Овчинниковым. А Глеб Николин исполнял свои сочинения. Но действительно, к нам приедет один композитор из Москвы. Это будет Артём Ананев. Это такое немножко спонтанное у нас событие. Артём узнал о нашем форуме и решил присоединиться. Так немножко неожиданно и очень приятно на самом деле, что такая возможность есть познакомиться с его музыкой органной. И вот 17-го числа, 17 октября у нас будет круглый стол. Перед круглым столом будет встреча с Артёмом и представление его музыки. А затем круглый стол, который будет в очно-заочном режиме проходить, мы сможем услышать ещё несколько докладов. Как выяснилось, те, кто не преподает в вузах, но занимается какой-то либо научной деятельностью, либо просто хочет выступить на конференции, они сделали заявки. И круглый стол ещё и дополнится докладами. То есть такое немножко продолжение конференции получится. И к этому круглому столу могут слушатели тоже присоединиться обычно и смотреть его тоже слушать? Да, да. Мы сначала хотели сделать такое обсуждение закрытое, вот только те, кто участвует в форуме, а потом подумали, что, наверное, действительно будет очень здорово услышать выступления, вопросы от людей, которые не принимали участие в форуме, но заинтересовались каким-то материалом и хотят поучаствовать в обсуждении. Но его можно ещё и просто не обязательно обсуждать, можно просто послушать это обсуждение, да? Ну, конечно, да, можно послушать, можно даже выступить ещё с докладом, там онлайн уже режиме теперь. Я думаю, что такое интересное событие, опять же, благодаря тому, что расширилось всё за счёт пространства интернет, я думаю, что мы можем услышать совершенно уникальных каких-то выступающих из разных уголков Земли. То есть я жду этого события, мне просто даже интересно, что в итоге получится. Как Вы думаете, когда у нас стабилизируется ситуация в мире и всё-таки уже не будет необходимости в онлайн-мероприятиях, захотели бы Вы повторить такой симпозиум в следующем году или через год именно с таким онлайн-форматом? Я, когда, в принципе, возник вопрос о том, переносить ли форум или проводить его в онлайн-режиме, честно говоря, сначала была больше за идею, чтобы перенести его. Но потом, когда мы начали подготовку и поняли, что даже вот эти видеоконцерты, которые представлены, это не просто какие-то онлайн-концерты, которые там под, не знаю, прицелом камеры люди вынуждены играть, это какие-то записи, либо специально сделанные записи, либо это записи с концертов, с совершенно тёплой энергетикой. И, собственно, идея перестала быть такой пугающей. То есть получилось достаточно симпатично, мне кажется, в целом. Поэтому возможно, что на будущем форуме я бы, наверное, использовала какую-то часть, всё-таки оставила бы от этой идеи с видео. Но это действительно расширяет возможности в том плане, что мы можем услышать разные инструменты. Это всё-таки тоже очень важно. Да и, тоже будем честны, финансово не всегда есть возможность настолько сильно расширить границы форума, пригласив такое большое количество участников. А тут получается, что произошёл такой уникальный случай, когда мы смогли познакомиться с разными органными классами. Но где, когда это было бы возможно? А тут как бы все прониклись идеей, подготовили, собрали там эти записи, и получилось какой-то тоже такой немножечко каждый для себя сделал итог, что мы на сегодняшний день можем, что у нас есть, что мы хотели бы сделать. В общем, какая-то часть вот этого формата, я думаю, что она могла бы остаться, потому что в итоге оказалась достаточно неплохой идея. А какие инструменты в Новосибирске, на каких играют? То есть я так понимаю, что есть консерватории органы, есть ещё католическая церковь? Вот с инструментами сейчас это вообще вопрос, честно говоря, немножко печальный. Дело в том, что вообще у нас замечательный инструмент фирмы «Зауэр». Это три мануала, педали, 43 регистра, такой инструмент. Но у нас уже год, как закрылся концертный зал на ремонт. И, ну, в общем, мы все понимаем, что в такие непростые времена с пандемией ремонт… Ну, будем надеяться, что всё произойдёт, всё закончится вовремя, но кто знает, то есть тут как бы трудно вообще что-то предугадать. Вот, поэтому мы ждём, пока отремонтируется наш зал, пока отремонтируется наш орган. И пока мы на сегодняшний день только с малым органом той же фирмы «Зауэр», 12 регистров у нас вот в аудитории в малой, и электронные инструменты, которые есть в Патолической церкви, в Лютеранском соборе, в филармонии. Вот, поэтому честно сказать, вот, наверное, не случайно от меня эта идея прозвучала не раз, что услышать разные инструменты, вспомнить, как мы на них играли. Вот, потому что у нас сегодня какой-то просто вот… Ну, нехватка впечатлений, исполнений на больших таких настоящих инструментах. Даже мне пришлось вот мой видеоконцерт сделать из записей, которые я делала в Италии, потому что с большим бы удовольствием хотелось бы что-то записать, но пока негде в городе для себя. Люблю задавать органистам вопрос, какой ваш самый любимый инструмент? Ну, один не смогу назвать, смогу назвать несколько. Ну, кстати сказать, фантастический орган фирмы «Валькер» в Донском соборе – один из моих самых любимых. Очень люблю инструменты Кавае Коля. И, наверное, назвала бы орган в Руане и… Ну, вот, конечно, был замечательный в Нотр-Дам-де-Паре и в соборе Сан-Сульпис. Вот, то есть, наверное, всё-таки вот эта вот школа романтическая в органостроении очень-очень сильно когда-то привлекла моё внимание. И по-прежнему я считаю, что это гениальные совершенно инструменты, очень близкие мне. Из современных инструментов тоже много можно назвать. Есть какие-то замечательные инструменты у фирмы «Ригер», у фирмы «Клайс», «Керн», «Клёкер». Достаточно много. То есть, как бы, тут и органостроительные фирмы какие-то есть любимые. Есть у них внутри фирмы какие-то отдельные инструменты, которые им нравятся. Очень люблю замечательные барочные инструменты. Если вдруг удаётся поиграть на инструментах, таких как, ну, вот «Арпшнитвер», наверное, самый мой любимый органостроитель из немецкого барока. Ну, ну, зауэр, разумеется, как же без зауэра. А есть какой-то орган, за который Вы сели? То есть, понятно, что у нас у органистов многочасовые репетиции перед концертом, чтобы и понять органы, чтобы сделать регистровки. Есть орган, которым Вы, можно сказать так, сразу слились, то есть, поняли его, и он как бы стал сразу доступен, потому что у каждого органа свой характер. Точно. Я бы назвала инструмент современный фирмы Дибоната. Это орган, этот расположен в соборе такого небольшого городка Велосанте, это в 10 минутах езды от Милана. Я там записывала диск. И вот это было какое-то фантастическое взаимопонимание моё с инструментом, потому что я села, и мне показалось, что этот инструмент играет сам. То есть, я просто села попробовать там поиграть одно произведение. Тут же пришёл, как сказать-то, председатель общины церковной, который очень много делает для церкви, и в том числе они нашли деньги на установку этого органа, и они планировали писать демонстрационный диск. И он услышал, как я играю, и он тут же пригласил меня принять участие в этом демонстрационном диске. И мы очень быстро записали вариации на тему «Братец Яков» Пьера Кашурок, просто буквально какие-то вариации с одного дубля. Мне прям показалось, что этот инструмент мне очень-очень близок. Даже сама такого не ожидала. По звучанию, наверное, тоже один из таких инструментов, который показался мне очень близким, это Кавея-Поль в Руане. Это, наверное, два инструмента, которые я села и почувствовала, что это какое-то что-то очень удобное, близкое, с каким-то невероятным звуком, с возможностью исполнить большие репертуарные, в смысле большие произведения, такие полотна. Дорогие друзья, наша передача, к сожалению, подходит к концу. У нас была в гостях доцент Новосибирской консерватории, органистка Наталья Богинская, кстати, которая родилась в Энспилсе и обучалась на органе также у нашего профессора Латвийской академии музыки Ларисы Буловы. Наталья организовала грандиозный органный симпозиум в Новосибирской консерватории, к которому можно присоединиться, можно послушать научные доклады, послушать концерты многих консерваторий огромной России. Нужно всего лишь зайти или в Ютубе НС Глинка набрать, или на сайте Новосибирской консерватории. Присоединяйтесь, слушайте органную музыку, слушайте научные доклады, на мой взгляд, это очень интересно, и не всегда есть возможность прикоснуться и к научной стороне органного искусства. Спасибо, Наталья, что нашли время пообщаться с нами. До новых встреч, и, конечно, ждем вас в Ригу с концертами. Большое спасибо, Елена, и всего хорошего, всего доброго, здоровья, крепкого. Спасибо, до свидания. До свидания.